Это параллельный мир, это не измерение, нет. Хорошо, и что дальше произошло с тобой? Мне говорят, что это несанкционированное проникновение. Вот здесь вот один мир, вот здесь вот другой мир. Я захожу в эту арку и оказываюсь в другом пространстве. Что дальше происходит? Он смотрит, у него желтые глаза, длинные такие зрачки. Говорят, это здесь наши правила, и в этот момент захлапывается портал. У каждой плотности своя вселенная. А, ты здесь одна, вот, ты здесь одна. А нас здесь много. Он держит меня. Ребята, он очень неадекватный, это что-то с чем-то, он дергается. Я тебя вижу, тварь. И там точно такой же мир. Все очень совершенно живое, настоящее и реальное. Там такая же реальность. И вот эта энергия, она модулирует вот это вот сверхчастотное пространство. Оно уплотняется и возникает еще один слой. Я уже взрослая девочка, мне 46 лет. Я такой ярко выраженный интроверт, но, как это сказать, с возможностью такой контрастной экспрессии. То есть я могу резко весь свой внутренний мир богатый выплеснуть наружу, а потом обратно спрятаться, такой отшельник. Большей частью занимала сторону наблюдателя. То есть я не участник активных действий, а больше наблюдаю, анализирую, чувствую. Все началось на самом деле очень-очень давно, и поэтому я думаю, что я очень жесткий контрактник. Я росла в благополучной семье, у моего папа военный, мама профессиональная швея, и мы жили в частном дому. Я была часто болеющий ребенок. У нас хреново работала печка, был холодный пол, вода в подвале, и я постоянно болела. Болела как? У меня были два момента, которые меня очень сильно беспокоили. У меня безумно болели ноги всегда. Вот сколько я себя помню, начиная с самого маленького возраста, у меня безумно болели ноги. Я не могла даже спать по ночам. Это первый момент. Второй момент. У меня был очень сильный страх темноты, настолько сильный, что когда вот это все, как это сказать, сочеталось вместе, то есть вот ночь, да, допустим, представь такую ситуацию, вот ночь, я сплю, я просыпаюсь от того, что мне очень сильно болят ноги. Настолько сильно болят, что внутри все сжимается, мой мочевый пузырь сжимается, мне хочется пойти в туалет, там пойти на горшок, да, пописать все. Я маленький ребенок, но я не могу встать с кровати, потому что мне безумно страшно. Вот этот вот безумный страх с детства, вот этой темноты, он непростой, то есть я не боюсь видеть перед собой. Я безумно боюсь то, что там со стороны спины у меня, то есть меня может кто-то вот так схватить. Вот, вот эти два момента, то есть все время болящие ноги меня очень сильно беспокоили, эти кошмары. Ну и соответственно в детстве я в какой-то период времени я четко, ясно знала, что я это не тело, то есть то, что осознавала я как я, я понимала, что я не тело, я какое-то время, да, вот очень четко маме колупала мозг в этом вопросе. Вот, у меня есть несколько самых ярких детских воспоминаний, они все связаны с нижними центрами, скажем так. Вот, самое яркое воспоминание, это на одной из, скажем так, ярких воспоминаний, это публичный позор в садике, когда... Воспитательница, короче, у нас была Грымза, в общем-то, такая сволочная воспитательница, которая в таком директивном стиле, ну, видимо, у нее неслуженная жизнь была, я не знаю, она, короче, очень сильно жестко себя вела. Она орала, унижала и так далее. И как-то на одной группе, когда она, ну, истерила и орала, там собралось две группы, мы там собирались, она приказала нам всем сидеть. Мы сидели несколько часов на стульчиках, мы, ну, то есть мы не могли даже встать, она не разрешала встать. И у меня вот этот момент, как назло, как говорится, начал бурление в животе и кишечник. И я поняла, что я хочу тупо в туалет. Я была очень маленькая, я даже не могу вспомнить, сколько мне было лет. И нужно было поднять руку. Я поднимала руку, я приставала со стульчика, она на меня всегда так смотрела. И, в общем, получилось так, что, грубо говоря, я не удержалась, у меня случилось то самое. И все дети, ну, которые сидели рядом, сидели в такой длинной шеренке буквой П, то есть две группы было объединено. То есть ей кто-то... А пусть ее представить. Да, ей кто-то скинул еще свою группу, и она вот всех тупо посадила, сказала, все сидеть, молчать, не вставать, не дергаться, и каким-то своими делами занималась. И я, грубо говоря, обделалась там. И дети начали так смотреть, показывать. И она... Я чувствую, с каким сладострастием, с какой... Не то, что ненавистью, прям вот да, наверное, ненавистью. Я понимаю, что это была ненависть, но это я сейчас понимаю, не лично ко мне, а ко всей группе, к своей работе. Ну, чем она занимается, или вынуждена заниматься, я не знаю. И она меня вывела прям посредине, вот так вот, сказала, что это засранка и все такое, и отправила меня в туалет стирать вот эти вот штаны, колготки. Там неспроста работают такие люди. Да. В общем, я вот этот позор, конечно, на всю жизнь запомнил, но я тогда очень четко поняла, что я не виновата в том, что произошло. И внутри меня вот это вот клокотало, за что. То есть, как бы я ничего такого не сделала. То есть, я все делала для того, чтобы предотвратить эту ситуацию. Вот. И она все мое детство, она просто издевалась. Второй очень серьезный момент, который я очень хорошо помню, это мой дядя, он был педофилом. Это родной и старший брат моей матери. Он издевался над вот нами, вот нас три сестры. Одна двоюродная старшая и вторая моя родная. Вообще, я вот как бы с семьи где три девочки. Ну, три родные сестры, я средняя получается. Он издевался следующим образом. То есть, он садил себе на промежность. Так вот нас, ну, за таз садил на промежность. Скинал ноги, вот он лежал и подбрасывал, ну, как бы тазом нас вверх, а руками садил обратно. И вот я тоже была тогда очень маленькая. Я тогда не понимала, почему вообще все это происходит. И чтобы мы не кричали от боли, потому что промежность была вся просто отбитая. Вот. Он нас щекотал. Это было ужасно. Вот это состояние. То есть, он берет вот так вот щекотит тебя. И при этом насаживает еще больше на свои вот эти вот штаны. Он был в брюках. Я помню, что он был в брюках. Но я помню, что у меня действительно просто была отбитая промежность. То есть, я не могла ходить. Вот когда при... Ну, мама меня к бабушке провозила. Он жил со своей бабушкой. Ну, с мамой в их дом. Дом я этот ненавидела. Мне снились кошмары. Я жила в частном дому. И болела, естественно, два раза в год. Практически я лежала в больнице. Болела пневмонией. Вот. Вот я такой, как это сказать, мужик с детства. Пацанка. Я всегда понимала, что нужно, как говорится, бороться за справедливость. Вытаскивала всех и спасала кого-то, кому можно. С детства я знала, кем я буду. С учетом того, что я так часто лежала в больнице. Я знала, что я никогда не буду такой садисткой. Я буду хорошим доктором. Я буду лучшим доктором. Я буду так лечить людей. Я вам скажу слово, и они выздоровеют. Это была моя мечта. Несколько лет в Петербурге я даже преподавала энергетические практики. И помогала людям прийти вот в это состояние, когда идет, ну как ты скажешь, ощущаешь не физиологически, а энергетически. Вот это вот состояние феерии внутренней. Вот. И как бы второй основной вопрос, я хочу в аспекте это подчеркнуть. Когда эта энергия стала у меня накапливаться, очень сильно в теле вибрировать, резонировать, я стала вылетать из реальности. Вот если бы мы взяли и посмотрели на реальность, как на статичную картинку, вот эти вот, как сказать, пазлы, пазлы, они стали выпадать. Меня это стало пугать. Это происходило в пик, когда моя энергия в теле не была синхронизирована. То есть я могла ехать за рулем, и я часть дороги могла просто не видеть. Вот до этого доходило. Были очень сильные вибрации в теле, то есть калашматилось. Я до сих пор эти вибрации в теле ношу. Сейчас уже гораздо меньше, чем раньше, но все равно. Вот. И был момент, который я хочу узнать. Это как бы основной, наверное, даже момент. Я находилась в ЗАГСе, мне нужно было архивную справку забрать одну о разводе. Я сидела с книгой, и это была электронная очередь. Я смотрела в книгу, и слышала там, 325 П, подойдите к окошку, номер там, такой-то. Это, видимо, ввело меня в какой-то определенный транс. И со мной начали происходить невероятные вещи. Я начала проваливаться. Я находилась одновременно практически, я скакала между несколькими реальностями. Такое ощущение, что ты находишься в скоростном лифту, который отпускается на один этаж, одна реальность, второй этаж, другая реальность, третий этаж, там, третья реальность. При этом, когда какой-то очень сильный звук происходил, вот в моем пространстве, где я сидела в очереди, я вылетала, на несколько секунд смотрела, как бы очухивалась и входила обратно в это трансовое состояние. Я тогда, на самом деле, очень сильно испугалась, потому что я ощущала себя в разных телах, не в моем теле вообще, но я понимала, что я это я, но в другом теле. Это было современное время, это были люди, которых я не знала, но там, в том теле, где я находилась, я их знала хорошо. Вот эти вот три параллельные реальности, с той четвертой, в которой я находилась, они вот так вот миксовались. И я поняла, что, может быть, у меня пошел сдвиг по фазе, может быть, кровоизлияние, может быть, микроинсульт, я не знаю, что. Я побежала быстренько, я сделала МРТ мозга в этот же день, когда это все произошло. Ну, естественно, мне ничего не нашли, но у меня это состояние продолжалось несколько недель, то есть несколько недель вот эта рассинхрония, она присутствовала. И я понимала, что если поначалу раньше у меня осыпались пазлы, вот реальности, особенно это было сильно, когда мы с друзьями пошли в баню, вышли из бани, я нырнула в холодный бассейн вместе с водой. Видимо, у меня произошел спазм сосудов. И в этот момент я впервые вот в своей жизни так четко увидела, то есть, что какие-то пазлы из картинок просто выпадают, они рассыпаются. Ты, например, пытаешься сфокусироваться на деревьях, а деревья рассыпаются. Самое первое свое видение, которое я получила, я тогда не понимала, что я тогда училась в медицинском, я пришла домой, уставшая очень после практики, села за стол и было радио. Знаешь, такое радио, которое в розетку втыкивается, и там кругленькое такое радио советское. И там был радиоспектакль, я включила его, ела жареную картошку с молоком, и вдруг в какой-то момент, войдя в транс, я увидела, что вот эта вот стена, на которой вот эта розетка, на розетке, где вот это радио было, она просто исчезла, просто пропала, ее не стало вообще, этой стены не стало, ни розетки, ни радио, ничего не стало. Мне тогда было лет, по-моему, 20-19, около того, вот, и когда мой мозг попытался идентифицировать то, что я вижу, я поняла, что я не понимаю, что это, потому что я видела светящиеся точки, которые во все стороны вот так вот летят, как бы они переплетаются между собой, но вот в этом вроде как бы внешнем хаосе есть какой-то определенный структурный порядок. И как только я начала пытаться понять, что это, картинка тут же пропала, я увидела опять эту стену, опять вот этот кусок розетки, радио, из которой вот этот звук доносился. Это происходило буквально какое-то мгновение. Сейчас я понимаю, что я увидела, какой мир я увидела. Тогда, когда я была маленькая, мне было вообще, вот я вот, наверное, в школу по-моему не ходила, была в садике, вот в последней группе, где я маму доколупывала, почему вот ты думаешь, что я, это вот я, ну, то есть вот как бы тело, почему ты думаешь, что я, это я вообще. Но тогда я не могла маме моей это объяснить, но я тогда негодовала и не понимала, почему взрослые этого не понимают, ведь это же так очевидно, это же так понятно. Вот. В общем, я знаю, что я иду по своей, по своей программе, по своему предназначению, я стройно вписываюсь, грубо говоря, в свою программу. У меня нет недовольства особо своей судьбой, но я знаю, что я бы хотела поменять в детстве. Вот. И поэтому у меня уже есть стратегия своя на эту сессию. Надеюсь, мы быстро все сделаем. О чем ты вспоминаешь, Наталья? Я сейчас вижу образ, который меня пугал в детстве. Это вот такой вот как бы череп, он как из страшных фильмов ужасов, я даже таких не видела. Ну вот по типу что-то такое, как бы удлиненное, вот такое вот удлиненное, такие вот как бы, не уши, а что-то стоять. Встал быстро. Давай, тащи его сюда. Хватай за ухо. Да, 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 сейчас за горло, за глотку утащу. Дерни его хорошенько, чтобы он полностью проявился. Да. У него, вот он первый, что он показался, пустые глазницы. Это вот как, это не он, это что-то другое. Сейчас я сдернусь с него. Распознаю его эфирная ДНК. Это маска. Это маска. Пожелай, чтобы снялись все маски и голограммы. Я вижу дом моей мамы, это ее родной дом. Проем, вот такая вот дверь, занавеска, плотные две ткани, тяжелые такие. Это хлопок старый, пахнет нафталином. За этим проемом находится комната ее брата, этого дяди-педофила. Его кровать примыкает к углу от этих занавесок. Он лежит на кровати. Я вижу себя со стороны. Я маленький комочек. Маленький комочек. У меня такие щечки. Я видела себя однажды такой на фотографии у своих родственников. Я маленький, невинный комочек. Я светлая. Мне год с небольшим. Он держит меня. Выключаем эмоциональный канал. Да, я собираюсь. Я просто в шоке. Сейчас я выйду и буду со стороны смотреть, что делает. Он лежит на этой кровати с металлическими дужками. Кровать старая. Орежь. Вот такая вот, знаешь, пружина. Старая советская пружина. Матрас. Он лежит на матрасе. В комнате темно. Это вечер. За комнатой лежит дед. Он пьяный. Он смотрит телевизор. А бабушка. Бабушка в огороде. Она перепирает лук. Чтобы на базар отнести. Он держит меня вот здесь. Он держит меня, посадив себе на промежности. У меня маленькие ножки еще. Мне неудобно так сидеть. Хорошо. Посмотри, какие сущности стоят за ним. А там много стоят. Кто управляет этим процессом? Сейчас я посмотрю. В нем сидит сущность с красными глазами. А он как... Он как... Он не понимает, что происходит. Он как будто не в себе находится в этот момент. Он как одержим. Что с его душе? И ее нету как будто. Сейчас вот эта вот сущность. Она как бы сдергивает ножки. У меня вот так вот. Как бы насаживает. А я маленькая. Что она получает от этого? Она... Какая энергия из тебя исходит? Она как будто пробивает. Она хочет как будто пробить меня. А я сопротивляюсь в этот момент. Да, я сопротивляюсь в этот момент. Я плачу. Зачем она хотела тебя пробить? Я не знаю. А рядом вот в этой комнате стоит много темных. Они как будто ждут. Они все ждут. Зачем эта сущность хотела тебя пробить? Задай вопрос этой сущности. Тварь. Пожелай, чтобы она ответила. Я тебя вижу, тварь. Есть канал между тобой и этой сущностью? Да, он через низ. Там воронка. Посмотри каналы, все подключены. Там воронка большая, черная воронка. Она сосется у меня энергией прям через ноги, через таз энергия уходит. Когда я плачу... Чувствую. Я чувствую. Отключаем эмоциональный канал. Эмоции будут. Эмоции растворяются. Нет больше эмоций. Они полностью растворились. Все хорошо. Я контролирую. Я контролирую. Я контролирую. Ты растворяешь эти эмоции. Сейчас видишь этого воронку? Да, я ее вижу. Сейчас видишь на собой электрический энергоцентр. Да, я простая туда. Получит. Эмоции растворяю. Ничего не делай пока еще. Слушай команду, Наталья. Не смеши вперед. Тебе плохо? Ты хорошо себя чувствуешь? Нет, мне хорошо. Я чувствую. Создай сейчас из верхнего энергоцентра фиолетового воронку в два раза больше той, которая есть у тебя в ногах. Пошла модуляция. Создала? Да. Хочешь с собой стрелки? Сделай вдох-выдох, закрути ее еще больше. Да. И на счет три засуни эту воронку в ту воронку, которая у тебя внизу. И она уничтожит ее. Раз. Сделай глубокий вдох. Два. Три на букве Х сбрасывай. Смотри, что с той воронкой случилось. Я не стала. Да. Ничего не. У меня сейчас полностью анимешает сила. Расслабься. Да, я расслаблена. Просто идет мелкая дружба тела. Хорошо. Ты готова продолжать? Да, я знаю, откуда он. Он пугал меня в самом детстве. Это из-за него я боялась. Темноты. Он, что меня схватит вот так. Это он меня так держал. Он меня держал и щекотал, чтобы я не плакала. В какой момент он к тебе подключился? Ток. В тот самый момент, когда я была маленькая. Моя мама. Он не с рождения у тебя? Сейчас я посмотрю, когда. Ты спроси его. Сейчас я вытащу эту тварь. Ты позволишь Елене пройти в твое пространство? Да, я думаю, что пусть просто послушает. Лена, распознай эфирное ДНК Наталья. Да, это Наталья. Да, да, все верно. Все так. Ты мелочи. Все это. Видела тоже. Я стою напротив тебя. Да, ты стоишь впереди, ни сбоку, ни справа впереди стоишь. Я между тобой и им встала сейчас. Ты можешь отойти, я его не боюсь. Я знаю этот момент, когда он подошел, когда он врубился. Я была маленькая. И вот тогда впервые это и произошло. Что там произошло, Наталья? А вот тогда он зашел вот в этого дядю. Это дядя, он чеканутый вообще на самом деле. У него неустроенная жизнь. Это жалкое существо. Сейчас я... До этого момента не было его в этом дяде? Не, я его не вижу. Я вижу, он был там, да, он всегда там был. Но тогда он пришел, вот именно тогда он врубил. А вы с этим демоном раньше не знакомы? В других воплощениях? Сейчас, Свет, я немножко вытау. Мне нужно поднять вибрацию. Он у меня долбит все время тварь. Да подожди, ты подожди. Сейчас я его тут успокою. Сейчас давай, давай, стой. Подожди. Смотри, видишь, я его светом поджимаю. Он на меня уже точно не может влиять. Что-то он слишком фривольно себя ведет здесь. Да это хам просто. Хватай его, тащи сюда разговор. Не надо никуда уходить. Держка его. Мне надо выйти, я сейчас выйду буквально на сетку. Давай, 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 я его сейчас тут угомоню чуть-чуть. Перенеси в нейтральную зону. Ты в нейтральной зоне? Нет, мне нужно в абсолют, я знаю, куда мне надо. Поднимайся в абсолют. Пошел поток от стабилизирования. Все готово. Я стабилизировалась. Ребята, он очень адекватный. Это что-то с чем-то. Он дергается, бегает, прыгает. Это вообще. Да, он понимает, что сейчас будет жарен пахнуть. Кто такой вообще, не понимаю, кто ты. Я таких вообще. Спокойно с ним поговорят. Заморозил. Замерз. Замерз, застыл. Застыл, да. Пошел в анабиас. Все, все в порядке. Успокоили его. Прям все. Все остальные замерли. Он зашел во время домогательства твоего дяди. Правильно поняли? Он в нем всегда был. Он всегда в нем был. В каком моменте он зашел? В твое поле. А вот в этот момент, где я маленькая, и он пытается меня посадить. А у меня маленькие ножки, короткие. Мне практически годик с ним большой. Тебе больно и страшно? Ты опустила вибрации. Понятно? Да, я испугалась. Мне год и три. А в виде кого он пришел в твое поле? Сидит. А он в нем сидит. В виде кого он пришел к твоему подсознанию? Почему твое подсознание его туда пустило? Перенесись туда. В тот момент, когда твоя подсознательная Наталья встретилась с этим демоном. В виде кого он пришел к тебе? О чем их был разговор? Лена. Да, я вижу эту картину. Я разговора не вижу. Это в данный момент он просто зашел на страхе. Даже разговора не было. Он от бессилия, от непонимания, от подсознательной части. У меня такое ощущение, что вы еще раньше встречались. Я просто пока сейчас этого не вижу. Но я чувствую, я это считываю. Сам момент пока еще не вижу. В этом воплощении все настолько быстро произошло. Как будто бы он готовился и ждал момент своей активации. И все. Ему не надо было спрашивать никакого. Ему не нужно было спрашивать. Он просто выждал момент. Вы что-то надо было опустить вибрацию. А где вы раньше встречались? Да, точно. Дальше надо смотреть. Пойдем туда? Нет, не в этой жизни. По ленте времени? Нет. Полетели туда. Где первый раз ты познакомилась с этим демоном? Я не могу распознать из какое-то пространство. Не надо. Вот описывай. Я тоже начинаю распознавать и зависаю надолго. Опиши. Просто давай опиши. Мне тоже сложно понять, где это. Я бы не сказала, что это воплощение. Это не воплощение. Это не воплощение. Это какое-то пространство. Вот по типу космического что-то. Как бы. Что-то было, как я. Я еще как бы не определилась. Я еще, у меня еще нет на земле. Это просто какое-то пространство. Вот как будто, ну это, ну не вакуум. Ну да, дешевле бериет. У меня ушли полностью все вибрации из тела. И пришло какое-то ощущение спокойствия. Легкости. Мне очень хорошо в этом состоянии. Вот там, где я сейчас нахожусь, в этом международном мире. До интерференции. Да, мне хорошо. Очень спокойно. Я не дезориентирована. Я не напугана. А как ты туда попала? Я сейчас скажу. Откуда летела? Это вообще не имеет никакого значения. Я открываю. Я могу в любом месте быть. Вот это между в мире, это как бы мое естественное состояние. Это понятно для меня среда. Я могу в какое-то мгновение быть здесь, а в какое-то мгновение быть там. У меня как будто не то, что не дома, а везде мой дом. Все мой дом. Хорошо. И что дальше произошло с тобой? Я как живой телепорт. Перемотай эту картинку в самую важную часть воспоминания. Как произошло твою знакомство? Вот такую вот большую светящуюся арку. Эта арка, она как бы между двумя слоями. Вот эта арка. Вот здесь вот один мир, вот здесь вот другой мир. И вот эта арка. Я захожу в эту арку, я оказываюсь в другом пространстве. Я могу выйти из нее, зайти в другую арку. Это пространство планетное? Где они? Это пространство именно миры, какие-то другие миры. Давайте дальше. Но планетарное, наше планетарное. Это как междумирье нашей планеты. Да, да. Это вот как слоистый пирог. Вот как вот, знаешь, как слоистый пирог. И я между этими слоями, я просто вот могу ходить очень легко. Я знаю, о чем ты. Демон-то где этот? Что? Демон, где этот? Его нету? Сейчас нету. Он наблюдает за мной. Но он где-то там вообще незначительный. Мне все равно до него. Я знаю, о чем ты, потому что я сама попадала так. Проваливаешься и все. Причем не спишь. Да. И там точно такой же мир. Все очень совершенно живое, настоящее и реальное. Там такая же реальность. Абсолютно. Просто такие ворота, такой портал, ты туда окунаешься. И ты там. И тело твое тоже. Да. И ты понимаешь, что ты там тоже есть. И тут ты есть, и там ты есть. И я есть везде. Это за миры. Параллельные миры. Это вот как если бы душа вот воплотилась сразу в нескольких воплощениях. И я между вот этими воплощениями, я гуляю туда-сюда. Мне легко. Я могу там посмотреть, вот тут посмотреть, вот здесь посмотреть. Они разные все, и они как вот полноценные миры. Абсолютно полноценные. Вот как и этот мир. Просто я сознаю себя в этом мире больше, чем где-то там. Но я могу быть и там, и здесь. Вот просто вот скользить и падать вот так. И подниматься. И опускаться. И связь есть, да. С каждым воплощением. Чем отличаются эти миры от нашего? Да по большому счету ничем. У них просто своя вибрационная частота. Они совершенно независимые, автономные. Но мы все резонируем и перекликаемся. Мы как бы сплетаемся. А вот живет-то кто-то. Такие же другие мы. Да, такие же другие. Да. Но не одновременно, не одинаковое все. Не так, как стилизер. Не садись, да. Это физика. Такая же вот плотность, но другой резонанс, другая частота. Многонервность. Это как мегавселенная, грубо говоря. Она просто вот слоисто, вот такая слоисто. Сейчас я вижу три миров. Смысл этих миров. Это все опыт. Вот это вот как будто здесь нет никакой плоскости, нет никакой линейности. Вот это вот как бы многослоистость, это как бы многополярность. Это осложненность такая, которая дает мгновенное проживание максимальное количество опыта. Вот просто это все как бы все в одном месте, как бы в одном моменте, как бы все сразу, но при этом все абсолютно раздельно. Вот это вот опыт, оно проживается раздельно, но при этом. Разные реальности, да? Да, реальности разные. Но физика абсолютно полноценная везде. Я вот это вот, я гуляю там, там, здесь. Я могу через этого человека посмотреть, через этого, как бы и там я, и здесь я. У тебя три воплощения сразу, три, у меня два, у тебя три. И вот это между мирья, это на самом деле очень легко пройти из одного в другой, из другого в третий, или сразу из первого в третий, или наоборот. Да. Не надо даже в транс ходить, достаточно. Да, 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 да. Средоточиться или там. Это легкое состояние, да, скольжение, такое скольжение. Это вот знаете, как вот лифт, просто у него раз пружину так отрезали, и он просто пю, и ты тут. У меня получилось случайно попадать туда несколько раз. Но это не транс. Нет, это не транс. В этот момент идёт очень ощущение в голове, как будто два полушария мгновенно синхронизируются, и внутри такой хлопок, скачок такой, памс, и ты выпадаешь. И всё там, ты там. Да, 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 то есть не нужно входить в какое-то транс, в какое-то сугестивное состояние. Это вот как будто идёт спонтанная синхронизация двух полушарий, происходит какой-то квантовый такой скачок, и ты раз, и ты выпадаешь в это состояние. Причём вся спина в этот момент, начиная, даже вот не эта часть, а темечка, затылочная часть и позвоночник, они задействованы больше. Да, я сейчас это вижу, и по себе тогда ещё помню. Между мир, я, ой, как ему не нравится. Получается, это параллельная реальность этого мира, да? Это параллельная реальность этого мира. Они все существуют одномоментно, и они, сейчас объясню, как они модулируются. Эта модуляция связана с работой нашего мозга, с квантовым состоянием нашего мозга. Эта реальность, как дополнительная реальность, вот наш мозг — это физика. Мы его используем буквально на чуть-чуть, буквально. А то, что происходит за вот этим чуть-чуть, — это постоянная выработка какого-то квантового поля. И вот эта энергия, она модулирует вот это вот сверхчастотное пространство, оно уплотняется, и возникает ещё один слой. Это сложно объяснить, да. Я могу прыгать, вот как бы, когда идём синхрония вот этих двух полушарий, я могу прыгать в тот слой, который со мной связан через, ну, как сказать, вот мой мозг. Откуда у тебя такие способности и для чего они тебе? Так это все могут. Я всегда, да, это мое естественное состояние. Там мы идём. Это все могут, просто кто-то ещё не помнит, а кто-то уже здесь. Но это неосознанно сон, даже и близко. Это к снаам не имеет отношения, это такая же реальность, абсолютно. Абсолютно. Она такая же плотная, она такая же живая. Девочки, в чём смысл, цель, вот переходить туда, вот сюда? Вот когда ты переходишь из одного, вторую, третья, ты синхронизируешь вот это состояние, ну, это не то, что как бы вибрации. Вот в этот момент душа, вот такое вот ощущение, как душа, она синхронизируется, и у неё происходит как скачок вибрационного поля. Душа как будто махом получает другую частоту. То есть это как звучание, это вот как если бы ты, допустим, играл на двух струнах, как балалайка, а потом добавляется третья струна, четвёртая, пятая струна, и вот этот вот звуковой ряд, и вот вибрационная волна, и ты как будто расширяешься в этот момент, и становишься вибрационно уже в другом качестве. Вот этот вот переход туда-сюда, вот это вот скольжение, он как будто, вот как ты почтальон, собираешь письма, и ты можешь собирать вот эту всю информацию. Опыт. Сверхскорость, которая позволяет собирать вот это всё. И в каком моменте ты познакомилась с этим демоном? Давайте поближе к этой ситуации. Да, вон он стоит. Что там произошло? Я выхожу из вот этих ворот. А он, а он, он закрывает их? А у вас таких много? И что произошло дальше? Я на расслабоне выхожу. Он страшен? Он страшен. Да, я выхожу, вот буквально на расслабоне. На, вот через вот эти врата. Я выхожу, я выхожу. Короче, это не моя территория. Здесь вот с того, с того, с того, третьего выходила. Всё понятно. Это происходит неожиданно. Я не ожидала. Меня просто сдёргивает. Просто сдёргивает, и всё. Меня хватает. И в этот момент я не могу собраться. Я в такое ощущение, как будто я на расслабоне. Я расслаблена. Я не ожидала, что здесь вообще такая вот заваруха может произойти. Каждая следующая более развита в энергиях. Вибрационно. И вообще, в принципе, более развита. Каждая следующая. Ты из третьего шла сюда. В твоём понимании, по счёту третьего шла сюда. Осознанно. Но здесь ты и застряла. Измерение, что ли? Что-то вроде, но это параллельные миры. Это параллельные миры, это не измерение, нет. Да, это уже другая реальность. На физике. Прям здесь и сейчас. Куда ты шла? Наталья, куда ты шла? Ну вот это вот своё, вот это третье. Ну как не воплощение, а как... Вот в эту реальность. Не знаю, это сложно сказать. Это вообще сложно описать, что это реальность, как это между собой. Это как капуста, просто капуста. Они друг на друге наслоены. Давайте выяснять, как подключился демон. А всё просто. Вот та энергия, на которой я скользила, это как раз та энергия, которую мы называем сексуальной энергией. Это её самая высшая частота, вот эта энергия. Это не та плотность, не та вибрационная составляющая, которая, вот как мы думаем, примитивна, да, что это вот там как-то относится к этому. У него даже договора, что ли, нет. Как-то он не поймёт, надо досмотреть больше. Мне блоки, заблокировали именно этот центр, чтобы я не вспомнила, не восстановилась и не смогла сбежать, чтобы я удрать не смогла. Вот что вся моя жизнь, она была сблокировка именно этой энергии. Всё, что происходило, было именно с этим связанным. О чём был договор, вот твой, с этим демоном? Я посмотрю, есть ли вообще этот договор. А разговор, разговор? Нету никакого договора. Ты разговор, да, вот ты встретилась с этим демоном. О чём был ваш первый разговор? Вы же как-то вступали с ним в контакт. Это же не могло происходить без твоего согласия и воли изъявления. Сейчас посмотрю. Я влетаю вот в это пространство. Как будто я не ожидала, что меня здесь тормознут. То есть как бы я думала, что я пройду, как и всегда, и везде проходила. В этот момент я сталкиваюсь вот с этой вот... Ну, такой тёмной, такой плотной энергии. А мне говорят, а, это, да, типа, это... Ну, как бы вот этот мир под нами, то есть мы здесь крышуем. А я такая, типа, ну, у меня такое... Как недоумение, ну, негодование или что-то такое, типа... А типа, как кто ты такой, что, типа, вот вы здесь крышуете вообще, кто здесь такие? Потому что мне одновременно как бы смешно, и я негодую. То есть я не то, что растеряна. Ну да, это можно немножко вот это вот. Потому что там совсем другая чистота. Здесь какая-то наглость, храпистость. Такая вот прям... Такая плотная энергия, что на меня начинает наезжать. Это вот как вот... Он прёт на меня грудью. А я такая налегке такая... Ну, как это так здесь? Какая крыша? Что значит, какие твои правила? И я начинаю... Да, мне говорят, здесь наши правила. И в этот момент захлапывается портал. Я оборачиваюсь и вижу, что портал закрылся в тот момент, когда мои энергии сели. Мне... То есть мне, как это сказать... Я такая радостная, залетаю. А мне тут говорят, это наша территория, мы тут её крышуем. И как бы ты кто такая вообще? То есть мне, как бы, сказали, пошла вон. Но я не согласилась. Я сказала, вообще, как бы, вы сами кто-то такие. И пошло, пошло как бы прессование. Типа, знаете, как грудь на грудь. И в этот момент я начинаю гаснуть. Я начинаю гаснуть прям с ног. Вот я чувствую, что мой низ начинает темнеть. И как только он начинает темнеть... А я вдруг почему-то ведусь. На меня... Ну, как бы это сказать? А, ты здесь одна. Вот, ты здесь одна. А нас здесь много. И вот теперь пошло всё на меня. Я оборачиваюсь назад. И я понимаю, что я уже... Не могу идти, да. У меня портал закрывается. И в этот момент всё происходит очень быстро. Это просто мгновенно происходит. Я начинаю теряться. Вот у меня появляется дрожь, как бы, в нижней части меня. И в этот момент меня сдёргивает. Прям просто берёт, вот как будто, вот так вот, сдёргивает. И раз, вот так вот. Я вылетаю из этого пространства. И всё, я... А я оказываюсь в теле. Посмотри медленнее этот путь. Нет, ещё есть какое-то пространство, в которое меня сдёрнули. А потом я оказалась в теле. Давай посмотрим это пространство. Это какое-то помещение. Что происходит в этом пространстве? Меня штрафуют. А я думаю, что это за карточки. Карточки, да? Да, карточки, папки, документы на столе. И какая-то хрень стоит и говорит, «А ты несанкционирована, сюда проникла, ты оштрафована. Иди, плати». Иди. Плати, вот туда пойдёшь. И я, нахожусь в таком дезориентированном состоянии, я не могла понять, как я тут оказалась. Мне подсовывают бумажку. Я вижу, что её составили с моим именем. Но я её не хочу подписывать. Я начинаю бунтовать. Я говорю, что... Что там написано? Если... Это штраф. Мне говорят, что это несанкционированное проникновение. Что ты вела себя нагло. Ты находишься не в своём мире. И за то, что ты такая борзая и наглая, ну, как, типа, настойчивая такая, тут стояла ещё, ты получишь штраф. А кто тебе карточку давал? Ну, как бы, какой-то мужик, типа. Мужик, да. Он, кстати, он, у него военная форма. Военная форма. Да. Военная. Как полицай. Да, да, да. И он такой говорит, ну, ты попуешься. Посмотри, какая форма. Военная, зелёная форма. Зелёного цвета. Такая болотистого цвета. Он, причём, говорит, он, типа, того, что я, как бы, не за них и не за вас. Я просто, вот, это, как бы, система так устроена. Ну, что, раз ты попалась, ну, вот, как бы, давай заплати. Ну, то есть, как, пора рассчитаться за то, что хорошо, что дальше происходит. Вот он мне втюхивает вот эту бумажку, а я стою, я не хочу подписывать эту, вот эту штуку. Это, как всё, это крокодил. Что дальше происходит? Он смотрит, у него жёлтые глаза, длинные такие зрачки. Чёрный смотрит на меня, ах, ты тварь, я же тебя вижу теперь. Он сейчас пятится к стенке. Я говорю, а что там мне эту хрень подсовываешь? Типа, я такой весь нейтральный из себя. Я тут как бы не затех и не затех. Ага, сейчас не затех и не затех. Так. Чем заканчивается этот спор? Ну, я не подписываю этот договор. Я не подписываю эту квитанцию. Дальше. Я отказываюсь. Распознаю эфирное ДНК этой квитанции. Тут целая лаборатория. Это коробка. Это какая-то большая коробка. В ней каких-то много относований предметов. Я пока не могу понять, что это. Считай свойства этой коробки. Эксперимент. В чём здесь очень много всего в ней. В чём заключается эксперимент. Что внутренне. Это... Сейчас. Чего она? Это чистый эксперимент. Они хотят посмотреть, как эта энергия, вот эта исходная энергия, которой я гуляла, вот туда-сюда, как её можно трансформировать вот в эту нижнюю плотность, вот в этот, как сказать, низковибрационный мир, вот в этой реальности. Как её можно использовать. Вот они всю жизнь надо мной эксперименты проводили. Собирали, собирали, собирали. Да, да. Это была бесконечная дойка. Просто дойка. Так и есть. И они это делали через всех. Абсолютно так было в моей жизни. Дальше ты как вот воплотилась? Как я воплотилась? После разговора с рептилоидом, что происходило? Как? Куда ты дальше пошла? Такое ощущение, что мне стало интересно. Как будто я согласилась. Я не подписала этот договор, но мне стал интересен этот эксперимент. Мне сказали, вот как бы, вот видишь, это же твоя энергия, давай посмотрим. А вот, то есть, как бы мне не сказали истинное назначение этого эксперимента. Мне сказали, давай посмотрим, вот как вот эта энергия здесь приложится. Вот как она, вот что ты можешь, вот ты же ходишь, ты же сюда пришла. Давай посмотрим, а как вот её можно реализовать в этом мире. И всё. Дальше что происходит? И вот я залетаю. Как ты выбираешь сценарий своей жизни? А я выбираю сценарий. Мне говорят, давай, ты пойдёшь туда, где вот по максимуму, именно по вот этой энергии ты реализуешься. Я говорю, давай. И я залетаю. Вот. А в это воплощение. Какое тело ты выбираешь? Ну вот я своё и выбираю. Мне нравится. Это первое воплощение твоё? Да. Здесь, да. Я много раз воплощалась. Девять раз точно. Но я воплощалась в других вибрационных состояниях. Я в этом внешнем мире ни разу не была. Но мне понравилось это тело. Я выбрала именно себя. Как ты выбрала эту семью? А это сопутствующие факторы. Я не особо её выбирала. Я просто как бы знала, что будет так, так и так. Ну и ладно, ну и так. Я выбрала себя, я выбрала тело. Какой опыт какой ты решила пройти здесь? Я генератор. Я в этом воплощении, как бы вот в этом теле я генератор. Причём очень мощный. И меня этим, они меня заманили. Они мне подольстили. Они сказали, ну вот видишь, ты же такой мощный, ты же такой генератор. А давай посмотрим, на что ты способна. И я такая дура, наивная. Давай. И такая бульк туда, залетая. И всё, и начинается дойка. Вот прям с самого вот этого детского возраста. Я ещё понимаю, кто я. Я понимаю, вот она откуда. Я маленькая, я знаю, что я генератор. Что я могу скользить. Какой опыт ты хотела пройти, воплотившись в этом теле? По большому счёту, я уже... Опыт заканяет тебя? Я не знаю, который вот эксперимент был. Нет. Что предстоит тебе? Нет. Я не знала. Я шла за телом. Я... Вот это тело для меня как магнит. Я влюбилась в это тело. Вот. Что им дало? Им это кому? Ну вот. Все вот эти случаи вот негативного характера в твоей жизни. Демону вот этому. Что дало? Они все марионетки. Это всё шваль на самом деле. Вот эти все демоны, всё это шваль просто. Просто шваль. Это мелочь пузатая. Они сейчас для меня не важны. Вообще они никто. Ничто и зовут их никак. Это был эксперимент, на который я пошла. Эксперимент был вот. Собственно, вот в чём. Я... Мне сказали, что я не смогу пробиться. Что это их мир и их закон. А я сказала, вот вам. И я это сделала. Они сказали, что типа ты здесь не сможешь. Я пошла на этот эксперимент, чтобы смочь. И я смогла. И поэтому мой портал сейчас открыт. Они получили от меня энергию. Но я её верну сейчас. Я знаю, что я её верну. Поэтому я спокойна. Меня больше не долбит и не колошматит. А вот когда ты выпадала из реальности, что с тобой происходило? Я начинала вспоминать. Отец, которые ты хотела. Я начинала вспоминать, кто я. И в этот момент меня начинали долбить нежненькие. Что типа что-то с тобой случилось, что-то происходит. Что, ну, короче, у тебя типа крыша едет, ты там свихнулась и всё такое. А я могу проходить сквозь миры. Это моё свойство. Это изначально свойство меня. Картинки. Да. Картинки многомерности, да, наверное, видела? Да. Я могу входить сквозь эти пласты. А что свойство вот это тебе даёт? Смысл его? Я собираю энергию и опыт. Я тоже из вашего позволения добавлю кое-что. Представляете, я просто сейчас настроилась. Мне стало интересно, как высшая же ипостась должна быть одна, частички одной души воплощены в разных планетарных, ну, как в мирах вот этих, да? В плотности. В плотности. В плотности. В плотности. Ребята, нет. У каждой плотности своя вселенная. Представляете? И высшая ипостась, которая здесь, в этой плотности, это одна часть. Высшая ипостась в другой плотности, другая часть, в той третья. Есть ещё выше то, что соединяет их все. Это вот я есть. Деление на деление, объединение на объединение. Это какая-то бесконечная, как матрёшка. Мы вытаскиваем, вытаскиваем, вытаскиваем. И вот ещё больше матрёшка, ещё больше матрёшка. То же самое, как с телом. Да, я просто между этих матрёшек так вжух и вжух. Интересно. Где мы, ну, вернёмся? Как его зовут? Где там пассажир? Куда он потерялся? Я его вообще уже не вижу. Его зовут Заур. О, так мы с тобой встречались. Заурчик. Заурчик, значит, да. Он там один? Или с прислугой? Ну, их несколько, но он основной. Он суккуб? Он инкоп, да. Инкоп. Как он влиял на твою жизнь? Посмотри. На твою личную жизнь. На твоих мужей. Я знаю, как он на меня влиял. Он меня через всю жизнь провёл. На какие жизненные события он влиял? Я вижу все. Я их уже все посмотрела. Всю череду. Всё сложилось. Все пассажины. Он через мужик говорил, мы не можем позволить тебе ребенка. Ты должна сделать аборт. Он меня всё время обестачивал. Всё время. Какой энергии он заинтересован был? Сексуальная энергия. Я его интересовала сексуальная жизненная энергия. На всё остальное ему было плевать. Он сосал именно эти энергии. Ему нужно было меня обестачивать, чтобы я... Чтобы я не поднимала энергию, он всё делал для этого. Его чем твоя эта энергия привлекала? Она очень вкусная. Она очень редкая. Таких нет. Многие болели это от его? Воронка это? Да, это воронка от него. Страх темноты. Да, от него. Это всё от него. И вот этот страх, то, что меня сзади кто-то схватит, то, как дядя это делал надо мной. Я увидела, что в тот момент, когда я преподавала в Питере энергетические практики, в этот момент вот тварь какая-то. Ты посмотри, хитрая тварь. Я настраивала у Лидии, я входила в это состояние. И из меня лился фонтан энергии этой. Просто фонтан. Они не могли меня прибить. В тот момент, когда 22 года у меня была клиническая смерть, у меня по идее, ну как это сказать, я должна была, вот, да, и вот это было пишество, он не использовал. Тадик сейчас вот вернулся. Он был в это воспитательница, да, он был в это, вот его глаза красные, в этой воспитательнице, он смотрит на меня, говорит, давай, давай, я знаю, сейчас. Давай переспросмотрим эту ситуацию. Да. Он был в это воспитательница. Он сидит и выжидает этот момент. Я начинаю лодить на стульчике, и у меня вот здесь вот энергия начинает подниматься. Он ждет пика вот этой энергии, и когда вот эта энергия в пике, он выводит вот так у меня за шкирку, прям за шкирку вот так выводит, вытащит за шкирку, как вот котенок, который насрал в ботитке. Так вот вытаскивает на всю группу. Грязь, грязь, вот это чувство вины, вот это и вот стыда, вот просто стыда, вот это все липкое, грязное. Но мне стыдно, но я знаю, что я здесь ни при чем. Но меня это не липнет, на меня пытается это навешать. Но меня не липнет. Я стою, я вижу, у меня есть обида, потому что это несправедливо, это несправедливо. Это вообще краеугольник камень в моей жизни, тема справедливости. Просто обида. Скажи, пожалуйста, в чем эзотерическая причина твоей пневмонии? Вижу. Это страх. Когда он меня пугал, я замирала, я не могла дышать. У меня было сжатое дыхание, и вот легкие, они как будто слипались, они просто сжимались, и диафрагма была сжата. У меня было маленькое, королячье, такое поверхностное дыхание, дыхание, легкие не могли расслабиться. А в силу того, что мы жили вот в частном доме, где вот эта печка все время дымила, вот эта копость, то есть организм дышал, а не было возможности, ну как сказать, убрать вот это все. И легкие воспалялись. Я выходила на улицу, продышавши, схватывал холодный воздух и болела. Это страх, энергия страха. Пожелай поднять частоту вибрации до максимального значения вверх. На счет 3 пойдет подъем. Пошел подъем. Раз, два, три. И пошел подъем. 30 миллионов. 60 миллионов. 100 миллионов. Света, мне нужно по-другому. Это для меня глупости какие-то. Смотри, вот он мой родной портал. Что тебе нужно? А вы зайти в этот портал. Он стоит передо мной, ну и как бы я думаю, какая дурость какие-то вообще. Вот он стоит, я в него захожу. Иди вхожу. Все, я здесь. Где здесь? Я дом. Я дом. Вибрацию поднимать больше? А они уже все. Сам портал и есть эти вибрации. Я зашла и я и есть эти вибрации. Хорошо. Синхронизируйся с этим пространством. Да, я синхронизируюсь. Пошла синхронизация. Я как кошка, которая по полу валяется. Я так соскучилась. Это мое родное. Родные, близкие души. Да, они все здесь. Повернись, посмотри. Ну, а не надо поворачиваться. Они стоят передо мной. С кого ты видишь? Огромные, огромные световые тела у них над головой. Нимб. Они ржут надо мной. Они смеются. Они улыбаются. Почему? А потому что они говорят, из-за твоей настырности, из-за твоего упрямства, ты сама себе эту дорогу выбрала. Ты всегда такой был анастырный. Какой твой дальнейший путь, проси? А путь где? В этом воплощении или где? Ну, да. А я все знаю, что делать. Я есть портал. У тебя есть к ним вопросы? Нет, я все знаю. Я просто теперь тот самый портал. И через меня будут заходить люди в то свое пространство. Через меня будет трансформация. Что это будет давать? Трансформация. Что за люди? Как они будут это делать? Это повышение, это частотное повышение частотных вибраций. И мне даже ничего делать не придется. Все, чтобы я не делала, все это и есть. Даже чай налью кому-то. Тут же все произойдет. Хорошо. Я портал. Я делаю вот так. Вот так. И запускается программа восстановления эталонного состояния. Это самая изначальная вибрация. Как имя твоего высшего духа? Скажи, пожалуйста. Я? У меня нет имени. У меня много имен. Меня можно очень легко призвать. Я очень легко прихожу. Я быстро, я махом, я мигом прихожу. Это называется на свет. На свет. Я не знаю. Смотрите, это пространство. То есть она это сознание. Большое сознание. Она это частичка, но оно единое. Его функция это ускорение, телепортация и обновление, и созидание. То есть это пространство именно Творца. Здесь мы находимся. Вот ты говоришь на свет. Да? Да, это какая-то сверхскорость какая-то. Правильно. Это скорость света. Да, а есть еще сила света. Да, да. Это то, что самое быстрое. Да, да, да. Есть из пространства создателя или пространства абсолютно разные, разные подразделения, скажем так. Вот здесь такая. Есть стражники, есть воины, есть нас свет, есть сила света. Есть и другие. Их очень много. Я вот сейчас сверху здесь подвисаю, смотрю на все, на это. И они просто такие пространства, пространства, ты часть. Я увидела вообще всю самую первоначальную историю. Я на луче. Есть такой вот луч, луч, вот как бы света, вот как раз такая дорожка. И я просто по этому лучу я везде могу оказаться. Абсолютно везде. Да. Какая функция у тебя? Я все ускоряю. Не важно что. Хорошо. У тебя остались вопросы к источнику или к сеансу? Нет. Я все знаю теперь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!